Меньше года остается до празднования 70-й годовщины победы советского народа в Великой Отечественной войне. Подготовку к этому событию в нашем регионе обсудили на заседании правительства. План мероприятий носит комплексный характер. Это и гражданско-патриотические акции, и мероприятия по улучшению жизни ветеранов. На сегодняшний день в нашем регионе проживают 29,5 тысяч ветеранов войны. Еще пять лет назад их численность в Ивановской области составляла 53 тысячи человек. Категории ветеранов войны включают не только непосредственных участников войны, которых, кстати говоря, в живых осталось у нас в области 1933 человек, а самому младшему из них 88 лет. Но это и труженики тыла, блокадники, несовершеннолетние узники концлагерей, вдовы погибших или умерших участников войны. Первый вопрос губернатора Корине Эрмиш касался улучшения жилищных условий ветеранов. Сейчас в очереди более 200 человек. Цифра остается высокой, потому что ежемесячно документы на улучшение жилищных условий подают порядка 20 человек. Категория тех, кто может претендовать на новые квартиры, расширяется. Теперь это не только фронтовики, в основном члены семи погибших участников войны. В этом году, пока первый транш, он составил 128 миллионов рублей. Сколько в очереди сегодня? Сегодня в очереди 205 ветеранов остаются. Первый транш на сколько человек хватает? Значит, первый транш уже использован, уже 126 ветеранов обеспечены жильем. И 200 еще осталось. И 200 еще состоят в очереди. Но сегодня есть информация из Минстроя о том, что они готовят изменения в федеральный бюджет по выделению дополнительного транша. Так было ежегодно. Затронули вопрос и о благоустройстве улиц, которые носят имена героев 40-х. Всем муниципальным образованиям дано поручение провести инвентаризацию таких улиц и определить объем необходимых работ. Кроме того, региону еще предстоит привести в надлежащий вид воинские захоронения, сельские мемориалы и памятные доски. И на приемах, и когда выезжаешь в муниципальные образования, граждане отмечают неудовлетворительное и плачевное состояние, мемориальных досок, памятных табличек на домах, где проживали, работали герои Великой Отечественной войны. Но это тоже характеризует наше отношение к памяти. Павел Коньков дал поручение уже сейчас посчитать, сколько будет стоить региональной казне празднование 70-й годовщины и заложить эти расходы в бюджет следующего года.